Всем привет! С вами Тоня Генерал и это канал Субъективно об Америке. Это выездной выпуск Командировка в Карибское море. Спонсор сегодняшнего выпуска компания Royal Caribbean. Именно она сделала возможным эти невероятные каникулы. Именно Royal Caribbean причина этой бессмысленной счастливой улыбки, этих глаз полных бездумного счастья, этой музыки на бэкграунде. Если вы слышите волны, это будет все это видео. Ну, а рассказать я вам сегодня хочу о истории Тани Генерал, о истории канала Субъективно об Америке. Каждые полгода я вижу необходимость сделать такой выпуск, потому что спасибо небесам, спасибо ютубу, спасибо вам. На моем канале появляются новые подписчики, приходят новые люди и все время спрашивают. А что, а кто, а откуда, а кто вы такая, а ты кто такой? Поэтому я решила это видео записать. Где, как не возвращаться к истокам, как в этом месте, где происходит такая грандиозная перезагрузка. Сегодня полдня я носилась по кораблю, как ненормальная, бросив работу над загаром, бросив купание, бросив спорт и все остальное, что предоставляет круизный отдых. Я записывала эпизоды для видео. Если вам правда очень хочется увидеть мой взгляд на круизный отдых, прошу вас, поставьте лайк под этим видео, поставьте, напишите комментарий. Если мы наберем 2000 лайков, я это видео ссяду, это будет для меня стимул. Потому что там невероятное количество эпизодов, невероятное количество материала. Я пыталась уместить все в одно видео, я наснимала, не знаю, кучу всего. Мне нужна ваша поддержка, чтобы у меня была мотивация после отпуска сесть, один вечер на ком посвятить и это видео собрать. Так что набираем 2000 лайков к этому видео, будет тогда видео про круиз. Ну а сейчас расскажу вам коротко, минут на 40 о себе. Меня зовут Таня. Официальная фамилия моя, конечно же, не генерал. Изначально моя фамилия была Беляева, а потом моя фамилия была по первому мужу непроизносимая и достаточно... Я ее никогда не любила. И когда я начала свой блог, я взяла для себя этот никнейм, как символ того, что я генерал моей собственной жизни. Я родилась в 1972 году, мне 47 лет. Я родилась в Иркутске, и росла в Иркутске, и жила до 23 лет в городе Иркутске. Мое образование психологическое. Сразу же после школы я вышла замуж. У меня родилась дочь, которая зовут Юля. И я поступила учиться на заочное. Мое самое первое образование, это был педагогический колледж. Ну тогда он еще даже не назывался колледж, он, по-моему, назывался или училище, или техникум. Потом Юля подросла, я вышла на работу в детский сад и пошла учиться уже на заочно, на психолога. В Иркутске педагогический университет, тогда он назывался. Во время моей учебы, так как это шли годы перестройки, он поменял название с института на университет, еще что-то там, все было, в общем, запутанно и сложно. С первым мужем развелись довольно быстро, это был тот самый скоропалительный юный брак. Я встретила своего второго мужа Евгения, с которым мы прожили 20 лет. Я искала отца дочери, и я его нашла, это действительно был брак. Юлька выросла с отцом, она не может пожаловаться ни одной минуты. Кстати, по поводу имени дочери, всегда очень интересно спрашивать у людей, откуда твое имя взялось, почему твои родители тебя так назвали, что стоит за этим именем. Ну, не знаю, я люблю так спрашивать, особенно, когда имена какие-нибудь необычные. Так вот, имя моей дочери тоже появилось довольно-таки необычным образом. В те времена, когда я ходила беременна, еще не было такой повальной практики гонять всех беременных мамашек на УЗИ и узнавать пол буквально там, на какое время беременности уже можно его узнать. УЗИ делали только в случаях, когда какие-то отклонения и проблемы. Соответственно, по разным народным признакам, живот как яйцо, волосы выпадают, ешь много сладкого, все, будет мальчик. Я ждала сына, и имя у меня было на готове, Дмитрий. И когда после всех этих мучений и страданий ранним сентябрьским утром мне акушерка сказала, поздравляю тебя, дочь, я впала в ступор. Мало того, что я намучилась за эти 8 часов, я вообще была подростком практически сама, но еще и оказалось, что имени-то у меня нет. Для этого нового существа на земле имени-то у меня не приготовлено. В те времена еще практиковали удержание младенцев где-то там на сутки отдельно от матерей. И все первые сутки в палате я приходила в себя, как могла, отсыпалась после родов, и думала, что же мне делать-то, как же я ее назову. Соседки по палате жонглировали именами, которые тогда были очень популярны. Алиса, Изабелла, что-то такое. А мне неожиданно вспомнился рассказ из журнала «Юность». Помните такой журнал «Юность»? Мне неожиданно вспомнился рассказ из журнала «Юность», в котором одну из героинь звали Юля, и кто-то другой, я уж не помню, какое он к ней имел отношение, этот человек, но каждый раз его мысленные диалоги, он говорил, а вот Юля, и вот такой, боже мой, какое звонкое имя, как звенит. И вот на протяжении всего этого романа упоминание имени Юля, у него была ассоциация, вот как оно звенит, какое звонкое имя. И я подумала, хм, хорошее имя, пусть моя дочь будет Юля. И так вот я ее и назвала Юля. С тех пор, конечно же, как у всех у нас, у русских это принято, мы имеем миллион вариаций имен. Юлишна, Юлька-кастрюлька, Юлианна, Юльчонок-котенок. Ну, вы знаете сами, если у вас есть дочери, любимые дочери, то вы их имена склоняете, как только можете. Но возвращаемся к истории Тани-генерал. После того, как я встретила Евгения, мы какое-то время еще жили в Иркутске, наверное, года до 95-го. Евгений очень предприимчивый был тогда, и ему не хотелось работать по найму. Тогда были времена, если вы помните, когда бизнесы возникали за одну ночь, лопались за одну ночь, состояния делались за одну ночь. Евгений искал вот каких-то вариантов. И неожиданно созрела такая идея открыть полиграфическую фирму. Сначала мы это делали в Иркутске, но очень быстро уперлись в так называемый стеклянный потолок, потому что город маленький, было несколько монополистов, которые держали цены, и особо прыгнуть было некуда. И так созрело решение переехать в Москву. И так в 97-м году, если я не ошибаюсь, мы переехали в Москву, и там был отдельный этап моей жизни. Это была, я вам скажу, похлеще эмиграция и адаптация, чем у меня потом в США. Москва очень жесткий город, особенно к провинциалам, особенно когда ты маленький, боящийся всего и не верящий в собственные силы. Я думаю, что я была совершенно тогда другим человеком. Мы переехали, Евгений кочегарил этот бизнес. Я сначала пошла работать в школу психологом, не очень мне там понравилось. И тогда случились первые теракты. Сейчас я не помню, что тогда взрывали, но какая-то трагедия произошла в Москве, и очень сильные были гонения на всех приезжих. Очень строго проверяли регистрацию, вот эти все дела, и в школе меня очень мягко попросили удалиться. И так незаметно получилось, что я стала работать вместе с Евгением, и этот бизнес стал не просто его, он стал нашим. И сначала, конечно же, я просто боялась, я думала, кто я такая, что я там буду делать. Я просто ему помогала, отвечала на звонки, иногда даже работала курьером. Знаете, как это бывает в очень маленьких бизнесах, и швец, и жнец, и на дуде, и грец. А потом незаметно я втянулась, я поняла, что мне это все нравится, я поняла, что меня увлекает идея развивать этот бизнес, я поняла, что меня увлекает маркетинг, я поняла, что меня увлекает интернет, интернет тогда только появился, не появился, появился у нас, и все эти возможности, и потихоньку наш бизнес рос, дочь росла, незадолго до переезда в Америку, ну как незадолго, задолго до переезда в Америку, старшая дочь Евгения от его предыдущего брака, она приезжала к нам в гости, мы проводили вместе лето, и в тот год, когда ей нужно было заканчивать школу, я на нее смотрела и говорю, давай ее заберем к нам, пусть она здесь в институт поступает, давай дадим ей возможность, она классная, очень умная, очень перспективная, в Москве все-таки возможностей больше, чем в Иркутске, Евгений обсудил это все с мамой девочки, и таким образом моя падчерица, ну официальная же мачеха, таким образом моя падчерица переехала жить к нам, не помню какой это был год, она закончила 10 класс, мы нашли для нее университет Натальи Нестеровой, мы за нее платили, она поступила, она там училась, и таким образом у меня образовалось две дочери на какой-то момент, мы работали, дети росли, все было хорошо и классно, до тех пор, пока не стало понятно, что жизнь превращается в такие какие-то крысиные бега, заработать, что-то новое купить, снова заработать, снова бежать, российские требования, российские законы к малому бизнесу очень-очень-очень не лояльны, постоянно закручивали гайки, постоянно искали возможности, как нас обобрать, все эти наезды, проверки, инспекции, в общем, жизнь не была очень веселой. Я попала на очень интересную волну инфобизнесменов, в свое время был такой Андрей Парабеллум и Николай Мрачковский, и они очень сильно пропагандировали идею «Поставь свой бизнес на автопилот». В принципе, я с этой идеей тоже очень была согласна, это же классно, правда, у тебя все работает, а ты там тогда очень практиковались в зимовке в Таиланде или на Бали. Я купила несколько их тренингов, я заразилась этой мыслью, и у меня возникло желание уйти из бизнеса и вернуться в психологию. Я нашла университет Николая Козлова, где можно было получить второе высшее специализацию бизнес-тренера или коуча. Параллельно с этим происходили другие события. Одни наши знакомые получили рабочую визу и переехали работать, жить в Америку. Мы их провожали, как практически в 70-е годы, вот прощались с ними навсегда, несмотря на интернет и скайпы. Ну, как-то вот казалось, что все, мы их теряем навсегда, потому что нет никакой Америки. Какая Америка, о чем ты говоришь? Они говорили, приезжайте к нам в гости, мы вам все покажем. Мы говорили, какая там Америка. Но капля камень точит, постоянные разговоры, велись, когда вы приедете. Мы общались в скайпе раз в 3-4 месяца. Потом мужчина из этой пары, он нам рассказал о лотерее грин-карты, потребовал с нас необходимые данные для заполнения анкеты на эту лотерею. Мы, я помню, уходили до последнего, допустим, если прием заявок оканчивался 10 ноября, мы, по-моему, 7 ноября уже пошли, сделали фотографии, ему отправили. Только отвяжись, какая там лотерея, какая там Америка, такого не бывает. Но, видимо, вся жизнь, вся судьба, вся вот эта воронка, она складывалась куда надо, потому что буквально, это был ноябрь, в январе следующего года, случился теракт в аэропорту Домодедово, неделю спустя, как мы вернулись с отдыха в Египте. И он случился в зоне выдачи багажа, и меня тогда накрыло таким ужасом и таким страхом и таким, такой ощущением беззащитности, что как бы я не старалась делать свой бизнес хорошо, как бы я не была лояльной клиентом, как бы я новое что-то не придумывала и не пыталась сделать свою жизнь и жизнь своих детей комфортной и стабильной, тем не менее, есть что-то, есть такая составляющая, которая от меня вообще не зависит, и, к сожалению, это то, что делает наше государство. И тогда у меня созрело уже твердое решение, на следующий же день я зашла на сайт американского посольства, тогда было все легче, говорят, что сейчас вообще американскую туристическую визу получить в разы, в разы труднее, но тогда было все гораздо легче, мы заполнили заявки, записались на прием, тогда это было в офисе Pony Express, мы подготовили все документы, приехали, получили дату интервью, прошли интервью, получили свои туристические визы буквально вот в интервале за неделю, тут же купили билеты на майские праздники. Параллельно с этим я продолжала учиться на курсах у Мрачковского и Парабеллума и оптимизировать бизнес-процессы, ставить их на автопилот, как они это говорят, это была очень хорошая школа, конечно же, в этой идее очень много идеализма и очень много попыток просто продать свой курс, но на самом деле здравых мыслей тоже было полно. Я, можно сказать, стала большим специалистом по поводу того, как причесать бизнес, встряхнуть его и сделать его таким, чтобы он хотя бы несколько недель мог работать без тебя, хотя бы несколько недель. Мы не говорим сейчас о зимовке в Таиланде, но для малого бизнеса, где я, ты и еще несколько человек, это тоже было большое дело, и я этим невероятно горжусь. По смешному стечению обстоятельств, сейчас я работаю в компании, которая специализируется на процедурах, мы даже так и называемся, наше второе имя, smart procedure, то есть умные процедуры. Так вот, что я делала в свое время, когда я ставила свой бизнес на автопилот, именно процедуры я и писала, на каждый чих, на каждый непонятный вопрос от клиента, на каждую ситуацию, которая бывает в бизнесе, на каждый бизнес-кейс я писала процедуры. Делай раз, делай два, делай три, с картинками, со схемами, с телефонами, если что, куда звонить. То есть уже тогда я считала, что процедуры должны быть умными. Но вернемся к нашей теме. Итак, наступил май 2000, не помню какого года, наверное, 11-го или даже 10-го, и мы прилетели в США в первый раз. Это был Хьюстон, так как там жили наши знакомые, и я влюбилась в США с первого же взгляда, с первого аэропорта, с первого туалета. Перелет был длинным, и, естественно, из самолета хотелось пойти, там, сделать все свои дела. И вот это гостеприимство, это тепло и доброжелательность, с которой работники аэропорта практически взяли меня под белые рученьки, потому что я ни черта не понимала их акцент, когда они мне объясняли, куда идти. Они меня взяли под белые рученьки, провели в туалет, чуть ли там, знаете, не дверку придержали. Мы вышли на улицу, кругом чистота, чистый и приятный воздух. Ну, в мае, конечно, теперь-то я знаю, в мае здесь жарко, там жарко и очень влажно, но, тем не менее, было хорошо, комфортно, невероятно, невероятно, чисто, невероятно. Было ощущение, что то, что нам в России в свое время выдавали за пятизвездочные условия жизни, за бешеные деньги, в Америке это просто реальность, среднестатистическое, средние люди так живут. Такое у меня было первое впечатление об Америке. И так как это были майские праздники, то проверка первых результатов лотереи выпала как раз на те дни, когда мы были там, но так как я уже вкусила этого запретного плода, для меня лотерея перестала быть чем-то абстрактным, я уже хотела. Первую лотерею мы не выиграли, очень расстроились. Это был как раз тот год, когда был перерозыгрыш, если я не ошибаюсь, или другой год. Мы вернулись уже с твердым намерением, что нужно что-то делать, нужно как-то справляться, но чтобы нам сюда переехать. И так началась та эпопея, которая длилась еще три года, которую очень коротко можно охарактеризовать. Учите язык, зарабатывайте деньги. Мы много занимались бизнесом, мы продолжали его развивать, приводить его в порядок так, чтобы он классно выглядел, классно работал. Все это было отполировано, все было красиво, четко, чтобы можно было его продать. И, соответственно, я занялась изучением английского языка очень плотно. У Евгения английский язык со школы и с института был немножко получше, мой был совсем, конечно же, никакой. И я занялась изучением языка, читала, ходила на курсы, слушала книги, лекции, подкасты, вот это вот все. Так прошло еще пару лет, была вторая лотерея, в которой мы опять не выиграли. И вот после второй лотереи, после, наверное, месяца той самой депрессии, знаете, этапа принятия потери, я поняла, что нельзя полагаться на лотерею, на надежду когда-нибудь переехать в США, нужно делать что-то еще, потому что эта лотерея может никогда, ты можешь никогда не выиграть. И я стала разрабатывать другие планы и проекты, все-таки продать этот бизнес и делать что-то еще, потому что бизнес начал уже надоедать, стало уже как-то все это скучно, надоедливо, занудно, и хотелось чего-то другого. В принципе, Евгений не возражал, он, в принципе, мне кажется, я могла его убедить в чем угодно. Мы были с ним отличным тандемом, да, я придумывала безумные идеи, а он потом пытался их воплощать вместе со мной, и разгребал последствия моих недочетов. И так мы встретили зиму 2012 года, Бали, Андорра, какие-то поездки, разброты, шатания, бизнес, мы уже могли оставить его почти на неделю, когда уезжали в отпуск, все приходило к тому идеальному формату, которого мы всегда хотели. И в мае, как обычно, мы поехали в США к нашим друзьям-гостям. И 1 мая 2012 года, если я не ошибаюсь, мы проверили результаты лотереи и узнали, что я выиграла. Это было невероятное счастье, я до сих пор покрываюсь мурашками, когда об этом думаю. Мы заполнили документы и отправили их прямо там же, будучи еще в Хьюстоне. Мы вернулись в Россию и стали уже полноценно готовиться к переезду. Посетили родителей. Дети наши на тот момент уже были старше 21 года, поэтому поехать они с нами не могли, ни при каких условиях. Мы сели, обсудили всю эту тему и пришли к выводу, что каждый продолжает жить своей жизнью. И когда у нас появится возможность, мы сделаем документы на воссоединение семьи. И будет понятно на тот момент, где каждый из них находится и чего он хочет. И хочет ли он вообще переезжать в США. Так подошло время интервью. Целый этот год до интервью был очень трудным, потому что одной ногой мы уже не здесь, но с другой стороны мы еще и не там. Мы учили английский, делали бизнес, как могли, собирали все, какие могли деньги. И наступил день интервью. Это было 8 мая 2013 года. Мы благополучно прошли интервью, получили наши визы. За две недели быстренько сгоняли, проведали одну и вторую маму на Украине и в Иркутске. И благополучно в конце июня 2013 года мы отчалили и переехали в США навсегда. Никогда не говори навсегда. После переезда план был такой. Я этот план разрабатывала целый год перед переездом. Я нашла информацию о школе Михаила Портнова. И план был такой. Мы приезжаем в Хьюстон, получаем наши все документы, потому что обычно на это уходит в третьем до 40 дней. Social Security, Green Card. И в это время осваиваемся, отдыхаем, учим английский. После получения документов покупаем машину и едем в Калифорнию, в школу у Михаила Портнова. Учимся там, а там уже дальше по обстоятельствам. Если получается там найти работу, устроиться, остаемся там на какое-то время. Если нет, возвращаемся в Техас. Техас как-то всегда нас больше привлекал, потому что здесь уже была какая-то база, знакомство, друзья. Мы что-то уже здесь знали. Ну, как обычно, знаете, в каждом плане надо закладывать 20% на то, что все пойдет не так. Я об этом не подумала. Второй участник мероприятия отказался от реализации плана. После собеседования с Михаилом Портновым по скайпу он сказал, что-то мне это все не нравится, английский у меня плохой, не поеду, я не хочу. Я почувствовала себя очень-очень плохо. Этой фразой он отделил себя от меня и показал, что мы можем отдельно быть. Он не сказал, давай обсудим, может быть, не поедем, я не поеду. Тогда я поняла, что, как в том фильме, умела душенька очаровательные глазки петь, умея и все остальное. Тогда я поняла, что надо оправдывать свою фамилию, надо собираться и ехать. Я собралась и поехала. Я приехала в Калифорнию, маленькая, дрожащая, испуганная, с очень плохим английским, с никаким техническим бэкграундом, но у меня пути обратно не было. Я не знала, что можно по-другому, я не знала, что можно там сесть на ручки к мужу и рассчитывать, что он все сделает. Я думала, что вот только так можно. Я отучилась в школе у Михаила Портнова, прошла там практику и вернулась в Техас через полгода. Я вернулась в Техас, Евгений все это время там работал на каких-то подработках по чуть-чуть. И я после возвращения из школы тоже почувствовала такую усталость, такой дикий стресс, такую неуверенность в себе, что сразу не решилась начать поиски работы. Три месяца я проработала в магазине, и это был такой хороший толчок, это была такая хорошая мотивация. Когда я там ходила среди них всех и думала, боже мой, мне работать здесь это все равно как микроскопом заколачивать гвозди. Поэтому через три месяца я вышла на рынок, получила свою работу в компании, производящей программное обеспечение, где я сейчас работаю, тестировщиком программного обеспечения, на этом историю можно и заканчивать. Потом прошло какое-то еще время, наша жизнь вообще каждого из нас пошла в разные стороны, мы развелись. И вот уже четыре года счастливо живу, работаю, ищу спутника жизни, хожу на свидание. Недавно купила дом, как вы, наверное, знаете, если смотрите меня недавно. Прямо сейчас нахожусь где-то между Кубой и... Что там у нас с этой стороны, не знаю. На корабле Royal Caribbean отправилась в свой круиз, мы его запланировали с подругой еще полгода назад. И это будет, наверное, все на ближайший год, потому что после покупки дома мне хочется быть дома, делать какие-то домашние дела. Вот это, пожалуй, вся история о том, откуда вообще взялась Таня Генерал. Канал субъективно об Америке начался с того дня, как я переехала в Америку. Его имя возникло не сразу, сначала это было просто Таня Генерал. Но когда меня постоянно, как и всех блогеров, обвиняли, наезжали, говорили, вы обманываете, это все неправда, вы говорите не так. Я как начинающий блогер оправдывалась, говорила, это только мое субъективное мнение. И потом я поняла, что если я сразу же в название канала вынесу этот заголовок. Это называется субъективно об Америке. Мой личный взгляд об Америке. Поэтому что хочу, то и говорю. Так и получилось. Субъективно об Америке Таня Генерал. Счастливы вместе, много лет уже. Вот, пожалуй, вся история. Если остались еще какие-то вопросы, я, как обычно, жду вас в комментариях. Ну и помните, если вам интересно посмотреть видео про круиз, пожалуйста, помогите мне, поддержите меня вашими лайками и комментариями, чтобы у меня было желание и мотивация сесть и собрать это видео. Там, наверное, 100 эпизодов. Потому что, конечно же, я хотела снять все элементы этого круиза, потому что здесь интересно, классно, прикольно. Круизная жизнь – это вообще отдельная тема, отдельный вид отдыха. Я хочу с вами им поделиться, но я хочу знать, что вам будет интересно, и вы будете это смотреть. Поэтому ставим лайки, пишем комментарии. У меня на сегодня все. Далеко не уходите, впереди еще много интересного. А я пошла. Вечер только начинается. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok